В деревне Васьковка огнем пылает поле. Рядом пилорама, кладбище, цирковь и лес. Языки пламени даже добрались до первых елей и забора. Небольшая искра чуть не стала причиной трагедии. В прошлом году горело у деревни, там трава горела. Запалили в деревне. Тоже пожарные приезжали, две машины приезжали. Горело и гореть будем, потому что никому не надо. В МЧС позвонил некто Грицкевич. Кто он, работник пилорамы или просто местный житель, неизвестно. Только благодаря этому человеку на место прибыли пожарные и потушили огонь. Выжигание сухой растительности, палы, травы. Сейчас это для нас одна из сильнейших проблем – головная боль. Вот это пример того, к чему приводит выжигание травы. Выжигание травы – не русская забава, но так по душе нашим людям. Ранняя весна – самое время для нее. Каждый день в ЦОУ Мозырского Гручес поступает по 3-4 звонка о загорании сухой растительности на территории района. В основном звонки поступают от жителей из Мозырского района. Специально или случайно сжигание мусора, брошенный окурок или разведенный костер. Чтобы сухая трава стала черной и выжженной, много не надо. Разве что безответственность, порой глупость и халатность. В первую очередь необходимо очищать прилегающую территорию от этой сухой растительности. Не было бы этой сухой травы, не было бы этого пожара. Опашка прилегающей территории – это первейшее профилактическое мероприятие. Ну и, естественно, личная дисциплинированность. Чего скрывать? У некоторых безответственных товарищей чешутся руки поджечь траву. Составляются административные протоколы на таких нарушителей. До 40 базовых величин может достигать штраф за выжигание сухой растительности. Пожары по причине выжигания травы пылают по всей республике. К сожалению, есть и жертвы. В Могилевской области от ожогов погибла женщина, которая самостоятельно пыталась потушить сгоревшую траву. Несчастных случаев у нас в районе пока нет. Спасатели надеются, что обойдется. Свою же надежду подкрепляют масштабной профилактической работой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова